В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Рюкзак спасения. Что обязательно брать с собой в лес даже на прогулку? Миллион на реализацию идеи. Сервис Росмолодежь Гранты запустил всероссийский конкурс. В хоккей играют настоящие мужчины. Открыт набор в спортивную школу Саров. Далее расскажем обо всем подробно. Поход за грибами порой приносит не только радость и удовольствие. В регионе спасателям и волонтерам все чаще приходится искать заблудившихся в лесах горожан. Многие считают, что раз они посещают конкретное место на протяжении многих лет, то беды не случится. Но лес меняется и потеряться в нем может даже опытный грибник. Поисково-спасательная группа «Рысь» подготовила ролик с советами, что обязательно брать с собой в лес. Не знаю, что взять с собой в лес. Фатальная ошибка. Заряженный телефон, чтобы всегда быть на связи. Пауэрбанк на случай, если ваш телефон разрядился. Легкий перекус. Шоколадка или снеки. Вода. Одного литра будет достаточно. Свисток. Для подачи звукового сигнала. Компас. Для определения сторон света. Место разведения огня. Зажигалка либо спички. Фонарик и запасные батарейки. На случай наступления темноты. Все это помещается в небольшой рюкзак и не доставит вам никаких проблем. Сервис «Росмолодежь Гранды» предоставляет возможность для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет реализовать свою социальную инициативу и сделать мир вокруг себя лучше. На свою идею можно получить финансирование до 1 миллиона рублей. О том, как это сделать и какие проекты победители запустят в этом году в Сарове, расскажем далее. Весной ребята из клуба «Мечта» в рамках весенней недели добра делали для бойцов СФО сухие души. После этого Ольга Гришина, Полина Шаркова и Анастасия Кучерова придумали проект «Недетская помощь для победы». Его они отправили на всероссийский конкурс «Росмолодежь Гранты». Инициатива саровчан стала победителем и получила финансирование для реализации. Суть проекта – плести маскировочные сети для военнослужащих СФО на базе Центра внешкольной работы. Мы хотим привлечь к этой деятельности, к реализации нашего проекта свободно посещающих клуб ребят. То есть территория свободного посещения – это игротеки, находящиеся в четырех клубах нашего города. Это клуб «Мечта», клуб «Восход», «Здоровье» и «Чайка». На базе этих клубов будет реализовываться сам проект. Для педагогов и ребят мастер-класс по плетению маскировочных сетей проведет творческое объединение своим волонтерского движения «Золотые руки ангела». Сейчас уже закупают необходимые материалы, оборудование, собирают команду волонтеров. Сервис «Росмолодежь Гранты» – уникальный шанс для молодых людей воплотить свои идеи и социальные инициативы в реальность. Поддержку могут получить проекты различной направленности – творческие студии и театры, профориентационные инициативы для школьников, создание доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка туристических маршрутов, подкастов и многое другое. На данный момент идет второй сезон «Росмолодежь Гранты». Он идет с 20 августа по 24 сентября, идет прием заявок. Конкурс идет практически весь год, и он разделен на первый сезон, на микрогранты, на второй сезон и сезон для вузов, СУЗов и для НКО. На портале «Росмолодежи» есть обучающие программы для тех, кто хочет научиться правильно и грамотно оформлять проект. Кроме этого, в Сарове Департамент по делам молодежи и спорта также активно вовлекает молодых саровчан в проектную деятельность. Почерпнуть знания и вдохновение можно на профильных сменах, конкурсах, акселерационных программах, в общении с экспертами «Росмолодежи». После того, как мы проводим полностью акселератор, мы стараемся давать возможность нашим ребятам получать экспертную оценку в качестве индивидуальной формы. Это называется индивидуальное сопровождение проекта экспертом. Помимо того, что это делаем мы, это делают еще и всероссийские эксперты, так что и нижегородцы. В первом сезоне помимо проекта «Недетская помощь для победы» финансовую поддержку получили еще два проекта саровчан. Фестиваль истории и культуры мордовского и русского народов «Вместе Россия» и Центр живой истории «Стрелецкая слобода». В «Росмолодежь» гранты могут участвовать люди от 14 до 35 лет, как физические лица, так и некоммерческие организации. На инициативы выделяют финансирование до 1 миллиона рублей. Прием заявок заканчивается 24 сентября. Регистрация на портале «Молодежь России». На стадионе «Икар» 8 сентября с 16.00 до 21.30 будет ограничено движение по проспекту Мозруково на участке от пересечения с улицы Зернова до пересечения с улицы Дивиденко в связи с праздничными мероприятиями. На этот период автобусы номер 4, 4А, 5С, 9 и 11 будут двигаться в объезд проспекта Мозруково. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Энтеровирус, сальмонеллез и острые кишечные инфекции выявлены в Сарове. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлен случай сезонного гриппа у взрослого. Два случая ковида среди взрослых. Три случая заболевания детей энтеровирусной инфекцией. Отмечен рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, ветряной оспой, внебольничными пневмониями. Зарегистрировано два случая заболевания с альмонеллезом. Годом ранее в августе был только один случай. Увеличилось число обращений по поводу укусов животными. Значительно снизилось число случаев микроспории. Выявлены еще два саровчанина с ВИЧ. Саровчане приняли участие во всероссийском марафоне в поддержку донорского движения «Давай вступай». Он приурочен к годовщине создания федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Уже более 300 саровчан стали потенциальными донорами костного мозга. Узнать, как вступить в федеральный регистр, можно по телефону 6-00-98. 11 сентября на Икаре пройдет городской этап фестиваля детского дворового футбола «Метрошка». Соревнования зародились в 2002 году в Трехгорном. За это время в фестивале приняли участие более 6-ти тысяч детей из 12 регионов страны. Открытие фестиваля в 15 часов. Поболеть за юных саровчан приглашают всех желающих. 10 лет у руля 2 сентября 2013 года директором детской школы искусств назначили Наталью Колповскую. Как преобразилась школа за это время? Какие новые программы появились? Расскажем далее. 2 сентября 2013 года у руля детской школы искусств стала Наталья Колповская. За 10 лет плодотворной работы школа преобразилась. Сюда пришли работать молодые и перспективные педагоги. В школе искусств открыли программу «Хоровое пение» и предпрофессиональную программу «Архитектура». Копелку наград за это время пополнили сотни достижений талантливых воспитанников. Победы на областных, всероссийских и международных конкурсах и проектах. В прошлом году был всероссийский конкурс пианистов имени Балакирева. Наша школа была очень достойно представлена. Конечно же, не могу не сказать о том, что хоровой коллектив «Копель» руководитель Анастасии Сергеевны Ерофеевой, концертмейстер Светланы Викторовны Елагина прошел финал с российского конкурса «Битва хоров». И ребята выступали 12 июня на Красной площади. Очень почетно, очень патриотично, очень здорово. Впервые в нашем городе. Два воспитанника Дыши в этом году поступили на отделение дизайн высшей школы экономики и в архитектурный университет после окончания предпрофессиональной программы архитектура. Школа особенно гордится тем, что многие воспитанники после выпуска решают связать свою жизнь с искусством, признается Наталья Колповская. Некоторые возвращаются в эти стены уже педагогами. К нам приходят они на каникулах и приходят работать. У нас работают выпускники и в нашей школе, и в музыкальной школе имени Балакирева. Очень приятно, что традиции продолжаются и преподаватели продолжают дело своих учителей, юные преподаватели. Сегодня в стенах школы искусств дети осваивают такие предпрофессиональные программы, как фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, архитектура, хореографическое творчество. Также здесь преподают основы исполнительского искусства, эстрадно-джазовое искусство, общее эстетическое образование и раннее эстетическое развитие. Больше 200 ребят поступили сюда в этом году. Примерно 100 человек, больше 100 человек пришло на бюджетное отделение, и также больше 100 пришло на внебюджетное отделение. Я считаю, что хороший набор, детей много, школа востребована. Будем продолжать учить наших замечательных юных саровчан. Беседу с Натальей Колповской смотрите в программе «Актуальное интервью» на канале 16 и в наших группах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккее. Цитата из советской песни точно описывает суровую спортивную игру. Волевой характер, железная дисциплина, постоянные тренировки. Так воспитывают в Ледовом дворце будущих чемпионов. Знакомство со льдом для маленьких хоккеистов начинается с уроков катания. С помощью специального тренажера они учатся стоять на льду, держать равновесие. А потому в первые полгода новички не берут в руки клюшку. Немало времени ребята проводят и в гимнастическом зале, поскольку успешный хоккеист всегда должен быть в отличной физической форме. На начальном этапе спортивно-оздоровительные группы – это простейшее обучение катания на коньках. Это также что на льду, что и на земле. Это равновесие, баланс. Соответственно, подвижные игры и спортивные игры уже постепенно начинают прививать в футбол для начала. А потом уже, когда подрастут немножко клюшки, начинают играть в хоккей. Хоккей – прежде всего дисциплина. Тренер становится наставником для юных спортсменов. А команда спустя годы тренировок и десятки пройденных игр – настоящей семьей. Они выходят играть на площадку все вместе, чтобы добиться победы. Это, во-первых, игровая дисциплина, самодисциплина. И надо помогать друг другу, плечом к плечу. И потом они считают это как своей второй семьей, а тренера – своим вторым родителям. Сейчас открыт набор на бесплатное обучение мальчиков и девочек 2018 года рождения. Занятие будет вести тренер Максим Новиков. Также дополнительный идет набор в команды 2017-2016 годов рождения. Подробнее о тренировках необходимой экипировки будущих хоккеистов родители могут узнать по телефону 906-00 или придя в Ледовый дворец по будням с 17 до 20 часов. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда урожая этого года вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 10 сентября там пройдет «Медовая феерия». Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На «Медовой феерии» представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500 вот так-то. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на «Медовой феерии», один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. 3 килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за 1 тысячу рублей. 3 килограмма цветочно-липового и гречишного за 1,5 тысячи. А 3 килограмма липового – за 1 тысячу 800 рублей. Не пропустите! Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 10 сентября. С 10 до 18.00. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские передачи. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Субтитры подогнал «Симон»!